Приветствую вас, коллеги! В этом видео мы разберем пакеты документов, которые нам необходимо подготовить для участия в торгах. Начнем с пакета документов для физического лица. Этот пакет документов вы готовите, если собираетесь выкупать лот для себя или подаете заявки по стратегии много клиентов. Если вы работаете по стратегии много клиентов, суть вашей услуги состоит в том, чтобы помочь клиенту собрать и подготовить такой пакет документов и правильно подать заявку. Итак, если мы участвуем в торгах как физическое лицо, то мы готовим следующие документы. Это заявка, копия паспорта, обязательно все страницы от Кремля до Кремля, ННН, СНИЛС. При покупке недвижимости нам также нужно будет подготовить нотариальное согласие супруги или супруга. Это согласие мы делаем на каждый объект недвижимости. Примерную форму согласия супруга или супруги вы найдете в приложенных файлах. Но когда вы приедете к нотариусу, у него может быть своя форма такого согласия. В этом ничего страшного нету. Просто четко объясните нотариусу, что вам нужно на приобретение недвижимости. Если вы активно работаете и часто выкупаете недвижимость, то вы можете не делать каждый раз согласие супруга или супруги, а один раз сделать у нотариуса брачный договор и далее всегда прикладывать его. Следующее, что нам нужно, это заявление об отсутствии ликвидации банкротства. Образец будет у вас в приложенных файлах. Обязательное платежное поручение о внесении задатка. Платежное поручение обязательно должно быть с синей печати банка об исполнении. Если вы оплачиваете задаток через банковский терминал или банк онлайн, то можно приложить чек из терминала или банковские приложения. Самое главное, чтобы была отметка о том, что платеж проведен. И последнее, что нам потребуется, это согласие на обработку персональных данных. Форму этого согласия вы также найдете в приложенных файлах. Если вы участвуете как индивидуальный предприниматель, то вам нужны следующие документы. Копия паспорта все страницы от Кремля до Кремля. ННН, СНИЛС, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Эта выписка должна быть обязательно с синей печатью. Также важно учитывать срок действия этой выписки. Этот срок мы смотрим в аукционной документации. Кроме этого, нам потребуется подготовить заявление об отсутствии ликвидации. Его вы также найдете в приложенных файлах к уроку. Платежное поручение также обязательно с синей печатью. И согласие на обработку персональных данных, образец этого согласия мы приложим к уроку. Дорогие друзья, в приложениях к этому уроку вы найдете шаблоны и образцы необходимых документов.